Даже спустя 20 лет события, случившиеся в Беслане, никого не оставляют равнодушным. Во время торжественной линейки террористы захватили школьников, их родителей и учителей. Три дня заложники без еды и воды ждали спасения. Выжить удалось не всем. С тех пор каждый год в первые дни сентября в России вспоминают тех, кто пострадал от рук террористов. Памятное мероприятие прошло и в стенах Самарской гимназии номер 4. В нем приняли участие представители Чувашской и Армянской культурных автономии области. Мероприятие прошло при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Администрация городского округа Самары совместно с гимназией номер 4, национально-культурными центрами, Здесь сегодня мы хотим донести до школьников, до учащихся, то, что только вместе, только совместными, едиными усилиями мы способны противостоять экстремизму и терроризму, как в нашем городе, так и в нашей большой стране. Мы сегодня в школе, чтобы показать, насколько мы вместе, насколько мы едины, насколько мы против всего этого, то, что происходило. И, к сожалению, на сегодняшний день опять происходит то, что мы должны были закончить еще тогда. Но надеюсь, что общими усилиями многонациональной России терроризму будет ставлен конец уже. В актовом зале гимназии собрались ученики средних классов. Со сцены звучали исторические факты. Они сопровождались стихами и песнями о скорби и памяти, в исполнении учащихся и приглашенных артистов. Милена Мирзаян исполнила песню «Баллада о красках» на стихи Роберта Рождественского. В этой песне, меня она мурашивает каждый раз при исполнении, рассказывается о том, как мать чуть не потеряла двух сыновей в войне. Но ей повезло. Одно и на три села вокруг. Это слова из моей песни. И она красками описывает всю ту боль, которую пережил народ в войне. По словам директора 4-й гимназии, воспитание детей в стенах образовательного учреждения строится на принципах дружбы и межнационального сотрудничества, в том числе в борьбе с терроризмом. Мы не можем оставаться в стороне. Мы, несомненно, воспитываем детей в духе интернационализма. И, проводя данные события в рамках школы, мы выражаем все протесты такого рода террористическим актом везде, где бы они ни происходили. Теракт в Беслане унес жизни 334 человек. Большинство из них – дети. Рассказывать школьникам о трагическом событии важно для того, чтобы они знали, к чему приводят вражда и учились жить в мире и согласии. Галина Топилина, Валерий Майоров, События.